сейчас я подожду подключившихся вновь и буду решать вам про отельчик если кому интересно привет всем привет надеюсь меня хорошо слышно хорошо видно кто подключился напишите пожалуйста у нас просто здесь работал фонтан была вода очень слышно было вода то есть не поговорить кто смотрит мои сторис тут поймет наверное сейчас воду пока выключили в 12 люди может быть кто-то кушать пойдет не знаю может у них экономия такая в общем что хотела сказать когда я выбирала этот отель меня слышно вообще там напишите что-нибудь сердечки поставьте кто со мной здесь находит напишите пожалуйста ну хорошо раз ничего никто не пишет наверное значит и слышно хорошо очень хотела сказать то что когда я выбрала этот отель выбрала естественно по фото мне понравился дизайн мне понравились номера кто мне говорит что он какая разница какой номер но для меня есть разница все таки я живу здесь две недели и поэтому я как бы хочу в комфорте жить поэтому номер для меня конечно же привет конечно же для меня номер тоже важно когда мы были в стареньких отелях ну конечно номер есть номер ты пришел туда принял душ переночевал так сказать и весь день ты находишься на природе да на пляже на бассейне то есть на воздухе ты не сидишь номере но лично для меня это важно я потому что езжу отдыхать минимум на две недели так как нахожусь дочери мне хочется побольше времени провести вот в таком комфорт всем привет сразу прошу прощения что я нахожусь сейчас солнечных очках потому что без них без них будет не очень комфортно с вами общаться это будет это будет вот так вот привет привет вот и когда я выбрала отель я начала читать отзывы один хороший человек сказал елена не читаю отзывы и не читай ты же уже выбрал ты уже туда едешь но конечно же мне хочется знать как здесь проходит жизнь я начиталась такого ужаса я вам скажу что я расстроилась я расстроилась думаю неужели я реально лоханулась что купила такой отель вот но на самом деле по приезду я понимаю что я не знаю кто пишет отзывы может быть конкуренты пишет отзывы может быть люди которые либо отдыхают в очень-очень дорогих отелях по типу риксов или вот кристаллы из кристаллов есть опять же здесь я нахожусь это сеть отели и мир я посмотрел в интернете еще некоторые отели они достаточно полу высокого уровня здесь очень хороший сервис в общем что я читаю я не понимаю этих людей которые фотографируют дырки на полотенце но понятное дело что отель не первый год работать по этим по моему этому отелю то ли 4 то ли пять лет всего соответственно нужно понимать что полотенца что в номере что выдачи на бассейн они естественно проходят обработку мы получаем чистое полотенце если на полотенце дырочка да плевать я хотела на эту дырочку я приехал что дырки на полотенце что ли фоткать и вот те люди которые фоткают дырки на полотенце я очень понимаю вас что в голове находится то есть вы приезжаете в отель отдыхать на наслаждаться отдыхом отдыхом наслаждаться all-inclusive и вы получается ходите и ищите изъяны вот эти кто-то фотографирует какие-то ржавые углы где вы их находится ни одного ржавого угла здесь не видел вот кто-то фотографирует там грязная тарелочка да возьмите вы чистую то есть я не понимаю мне кажется просто эти люди у них в душе что-то не так они не рады жизни либо в жизни не рада либо в этот момент у них случается либо что-то случилось в личной жизни или с финансами или на работе то есть настолько они удорочены этой жизни что приезжая отдыхать вы вроде отдыхать приехали отдыхать наслаждаетесь погодой природы красивыми пальмами сервисом нет они почему-то ищут изъяны очень много людей писали в отзывах как это так платный вай-фай в отеле делюкс то есть в лакшери отеля в турецком отеле всегда должен быть бесплатный вай-фай но такие уж правила этого отеля понимаете ну вот так вот есть всегда везде правила если вам этот вай-фай не нужен да не платите не пользуйтесь мне вот нужен вай-фай я отдыхаю и работаю одновременно честно говоря и находясь на отдыхе я также на связи со своей командой на связи с рабочими чатами на связь со всеми моими наставниками и людьми с кем я работаю вот мне работа приносит радость я отдыхаю когда я общаюсь с людьми да я общаюсь с моими любимыми клиентами которые мне доверяют да которые меня знают лично и знают что я не буду советовать плохого и советую я только то что я попробовала вот я нахожусь в этом отеле я его советую из минусов скажу то что здесь маленькая территория но достаточно маленькая это вторая линия кстати говоря но ее не чувствуется совершенно потому что на пляж пешком вы идете пять минут на 45 минут прогулочным шагом по красивой дорожке если вы не хотите идти пешком то вас доводят пар такие маленькие машинки до в отелях кто был в турецких отелях вы уже знаете что если вы не хотите ходить пешком вас довезет специально обученный человек который является водителем этого корова и люди которые пишут что это такое не дождешься этой машинки когда идешь с пляжа сюда пешком в гору чего недовольные люди я я не понимаю таких людей на правду я вот допустим очень люблю жизнь я жизнерадостный человек я люблю общение кстати про бары также в отзывах пишут наливают только немцам русским не наливают плохо относятся не улыбаются вот с каким простите лицом подходят к этому бармену и просится вам какой-то коктейль не знаю на хорошее настроение подошло и улыбаюсь а говорю привет тут же мне и ребенку ребенка делают молочный коктейль или фрукт коктейль я там мохито беру до или пиноколаду не знаю либо либо просто воды но я просто поражаюсь я вспоминаю те отзывы которые я читала перед тем как приехать в этом отеле честно говоря поражал на пляж пляж кстати очень грамотно оборудован огромный огромный пирс не во всех отелях есть такие такие пирс на пирсе находится также бар вам не нужно никуда ходить пляж очень большой кстати везде и всегда хватает пустых шезлонгов что на бассейне что на пляже что на пирсе в любое время когда бы вы не приходили нет такого как в некоторых отелях когда вы просыпаетесь 6 утра и бежите занять полотенцем место нет здесь такого вот во сколько бы мы в любое место не пришли везде есть свободные места может быть вопросик у кого-то есть кто со мной кто со мной сейчас если кому-то интересно вы можете задать вопрос честно вам скажу здесь очень вкусная еда много фруктов и когда люди в отзывах опять же пишут на завтрак дают одно и то же а простите вы дома на завтрак что едите прям вот разнословую всякие готовится по утрам до завтраки яичница короче яйца в любых видов вот что можно вообще снять делать что можно приготовить делают овощами колбасой кому если нужно сыром можно микс вареные жареные омлет я не знаю всякая выпечка пирожные фрукты фруктовые салаты сыры какие виды здесь сыров я даже я не сосчитала сколько ну штук 30 это как минимум потому что я сыр и очень люблю пробую здесь есть и соленые и пресные и любые в общем что еще что еще но есть все я просто не понимаю опять же людей которые говорят на завтрак есть нечего ну не ешьте ничего ну голодным где святочки не остается что еще вам рассказать вот опять же если кто-то наблюдает за мной в сториз к лежакам возят в тележках мороженого вам не нужно за ним за ним ходили в бар возят пунши вот эти коктейли воду он ввозит постоянно все убирает кстати насчет чистоты очень чистый отель чистая вода потому что я бывала в таких отелях кстати в пятерках на ультра оланд лизове где в бассейне была плесень это нормального считается здесь настолько все убирают чистых мне ребенок павел мороженое мы положили в горшочек и тут же это все убрали мы даже не замечаем от его пока убирают вот официанты безупречно чистая одежда чистые скатерти очень красивый ресторан завтра кстати сегодня суббота али суббота подскажите я потерялся во днях короче воскресенье сегодня сегодня суббота суббота до завтра мы идем в ресторан по записи а в рыбный ресторан там насколько я знаю есть и гриль лосось потом судак что-то еще в общем всякая всякая рыба креветки и суши вот мы выбрали ресторан по записи именно рыбный кстати если кому-то интересно я оставлю эфир в записи посмотрите если кто-то собирается на отдых этот отель очень советую очень сервис безупречные номера убирают ежедневно вот там есть такая сенсорная панель где вы нажимаете на кнопочку или вас чтобы не беспокоить или нажимаете на уборщицу и у вас убирают в номер мы один раз только нажали уборщицу когда нам нужно было траву не знаю мы просто попробовали а так убирают каждый день мы даже не не нажимаем вареную кукурузу лёша кукуруза тоже кстати во всех ее проявлениях и вареные и жареные и соленые и нет и просто этим как называют как называют желтенькие такие черчхелы но черчхелы если только выйти за предел отеля и купить там здесь черчхелы нет лёша у тебя всегда оригинальные вопросы вот постоянно привет вновь присоединившимся я смотрю ко мне присоединяются отсоединяются какая у меня большая активность три человека было восемь ну думаю не знаю люди наверное работают сегодня да это я здесь такая отдыхаю что вам еще рассказать у меня просто мысли все перепутались вроде что хотела уже рассказала если кому то интересно посмотрите в записи в записи оставлю погода шикарная так я не знаю как здесь перевернуть экран алинка знаешь как здесь экран переворачивать без понятия ну ладно покажу вам так бассейн кстати тоже не очень большой но всего здесь хватает есть и амфитеатр которого кстати не заметили поначалу достаточный такой амфитеатр бары очень много баров красота в отеле на самом деле отель шикарный и что вам скажу еще напоследок пойду купаться очень жарко мне иногда не читайте правда реального отзыва если вы выбрали отель то вы уже его выбрали вы уже его оплатили приезжайте просто наслаждайтесь отзывом 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 это я просто вам отзыв говорю наслаждайтесь отдыхом и знаете отели не жалейте чуть-чуть заплатить дороже за отель потому что если вы жалеете деньги и приезжаете в дешевенький то естественно вы получаете дешевенький сервис а в дешевых отелях люди почему-то злее что ли я не знаю как по вежливому это сказать потому что мы помню два года назад были с компанией с подругой с детьми были бодрыми отель в принципе был такой средней цены тоже было все нормально но чистоты такой не было и не так убирали и люди вот я называю таких людей быдло ну куда уж без них да когда говорили о том что познакомились там с какими-то женщинами женщины взрослые лет 40-45 и они все вот простите за грубость все пиздили с отеля все что угодно все что вот плохо лежало наверно они взяли себе это они нам рассказывали и когда вот знаете есть такое чувство когда накосячил человек а стыдно мне вот может быть кто-то со мной согласится когда кто-то стремно себя ведет а мне стыдно потому что зачем ты так стремно себя ведешь короче они наворовали вилок с ложками и с ножами шесть шесть этих на шесть персон на шесть приборов да чашки что еще сливали алкоголь в бутылке даже мяту 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 воровали с ресторана зачем она нужна сушили их в номере и брали домой сушеную мяту господи она стоит копейки вы чё народ и когда мы это говорили а и она к нам еще подходит с подругой говорит девчонки а вы чё ничего не сливаете себе берите домой я говорю я просто на это на эту тушь посмотрела отвернулась а у меня кати говорит мы этой херней не занимаемся она нас посмотрела наверное как на дур да и ушла больше мы не общались вот такой был случай а кстати вот вам что хотела рассказать мы были на пирсе и иногда когда около бассейна или на пирсе сидят как их называют спасатели спасатели мы иногда думаем что человек просто сидит и ни хрена ничего не делает но на самом деле это просто лишь наша иллюзия был такой случай мы в общем уже хотели с дочерью купаться и тут резко спасатель подрывается берет надувную длинную подушку и плывет к буйкам человеку стало плохо я не знаю как он заметил потому что мы отдыхающие мы не замечаем народ мы мы просто отдыхаем наслаждаемся релаксируем да и в общем мужчина ему лет наверное 50-60 как-то вот такого возраста у него свело ногу свело ногу до колена и он далеко уплыл и не смог плыть обратно то есть спасатель видя это не знаю как он заметил может быть мужчина ему тот помахал то есть мы то этого не замечаем правильно мы отдыхаем вот и он на подушке приплыл его обратно ну поняли вы и он конечно сам потихоньку поднялся потому что лестница здесь тоже такая очень удобная не просто вот как в бассейне да железная там и такие есть а еще с лесенками удобная лестница для спуска спирс в море и мужчина русский он говорит у меня свело ногу я говорю я не знаю как это произошло вроде бы и море я бы не сказал что оно ледяное и холодное но он не смог быть обратно то есть спасатель быстренько реактивно я бы сказал просто спас человека и мы ну люди просто столпились и спасатель яркой одежды там желтый красный вот кто-то кинул круг и он начал делать ему массаж отступник колен чтобы или ну там как я не знаю не понимаю чтобы кровь обратно к нему пришла в это место чтобы он смог идти и мужчина говорит я не знаю как это случилось я очень хорошо плаваю там когда бы даже ходил в секции может быть даже спортсмен то есть свело ногу и вот такой случай честно говоря это очень радует то что здесь еще и люди персонал работают очень достойно и спасатели и официанты и уборщики все и бармены сервис очень хороший на самом деле ладно я могу болтать очень много привет всем кто только что присоединился я прямой эфир оставлю в записи рассказывала я про отель про нюансы отеля минусов как таковых но в принципе не вижу еще раз скажу что может быть маленькая территория но она компактная ухоженная все здесь всего здесь достаточно вторая линия но опять же я не замечаю этого мы ездим на карах туда-сюда ну что здесь еще у меня нет минусов больше у меня только одни плюсы приеду обязательно на Катай очень большой отзыв очень хороший положительный потому что ну реально минусов нет очень много плохих отзывов не знаю почему вот всем отличного настроения я желаю следите дальше за моими сторисами буду видеть что-то новое показывать вам возможно вы тоже когда-нибудь выберите этот отель